Нам хорошо, хорошо, когда мы любим, и даже если не любят нас. Понимаете, то есть что такое любим? Любим означает служим. И хорошо человеку становится, когда он служит, хорошо ему становится. Поэтому в отношениях после влюбленности наступает такой период. Влюбленность — это же пользование. То есть мы просто получаем, вот так все. Дальше такой период наступает. Отрезнение наступает в период. Где-то через 2-3-4 года совместной жизни постепенно начинает копиться неудовлетворенность. Дальше что происходит? Типологи уже все писали, буквой «В» все происходит. Вот так, до самого низа, до самой лучки отношения такое. Сначала влюбленность вот идет вот так вверх, потом ниже, 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 пац, дошли до ручки. Что это такое? Это означает, что ожидания уже все никак не будут выполняться. И обычно это происходит через 5-8 лет совместной жизни. И что в этот момент происходит обычно, когда люди не знают, что такое влюбленность, что такое любовь, чего можно ждать, чего нельзя? Что происходит в этот момент? Прощай! Со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай! Мы достаемся навсегда под белым небом января. Прощай, прощай! Ничего не говори, ничего не обещай, а чтоб понять мою печаль, устоя небо посмотри. Знаете, вот что происходит. Люди хотят балдеть просто, они хотят поработать над собой, они хотят счастью, любой ценой. А цену платить, в общем-то, и не хотят, думать, сейчас найду себе другого и будет лучше. Вот в чем мышление наше примитивное заключается. И так проходит вся жизнь в одной разрухе, из-за такого незнания, что такое судьба человеческая. У всех до одного приходит время и возникает чувство, что ожидания полностью не удовлетворены. Потому что обоюдное желание наслаждаться друг другом увеличивает неприязнь и ощущение плохих характеров друг к другу. Чем больше я хочу счастья от человека, тем больше плохого я в нем вижу. Потому что мое желание спотыкается от черты характера отрицательной и раздувается в моих глазах до бесконечности. А когда я начинаю что-то делать бескорыстно для близкого человека, вот тогда, в этот момент, что происходит? Я начинаю видеть в нем хорошее, и мне становится хорошо, и у меня появляются первые признаки того, что у нас будет дней много хороших, очень много у моей судьбы. Эти признаки следующие. Первое, когда человек капельку служения оказывает близкий учет, не ожидая еще взамен этот шаг, пропасть фактически. Потому что люди всегда основывают свою жизнь только на одном. Вот если ты, 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 ты будешь что-то для меня делать, тогда я тебе отвечу. Всегда так и вкройно у нас в психике. Мы хотим только, чтобы нам что-то делать. Но рафон или знание дает человеку чувство другое, я все-таки сделаю свой первый шаг. И человек начинает в ощущении, что вроде бы безответно это все и несправедливо. Начинает заботиться о близком человеке, делать приятное для него. И что он видит сразу? Что он сразу видит? Что? Что? Да ничего он не видит. Потому что психика человека, скотка, скотка на изложного эго. Если человек все слушает в наше служение, говорит, давай еще. Может легче слушает, обязанности жены. Вот, допустим, сейчас я буду рассказывать обязанности жены, женщины, мужчины. Кто будет обязанности мужчины записывать? Женщина. Кто обязанности женщины? Мужчины. Если вы, как говорите, начали сделать так, чтобы мой муж слушал ваши лекции. Я вам скажу очень просто. Дайте ему обязанности женщины. Послушай, обязанность женщины. Он сразу немедленно вообще слушает. Ему очень интересно. Если он скажет, оп. Минута такая. обязанность номер два. Всегда улыбаться своему мужу, соглашаться с ним, верить в него и т.д. и т.п. Запомнить сразу, ну извините, все обязанности живут. У нас есть только одно, работает постоянно и автоматически в нашей психике, это желание наслаждаться близким человеком и эксплуатировать его. Все, остальное все достигается тяжелой ценой, ценой тяжелых усилий. И если человек правильный настрой сделал, он уже знает, как правильно жить, он сначала начинает служить, заботиться близким человеком. Он ответ получит, нет? Ответ нуля, кто получит? Нет. Но интересная вещь, что если он это будет делать искренне, то в сердце близкого человека возникнет благодарность. Интересная штука благодарность. И это объясняет, как хайзберт тает снизу и не видно, он такой же, как всегда, а потом вот пац и перевернулся. Точно так же и близкий человек, он всегда такой же, как всегда, на благодарность топит его сердце снизу, то есть из глубины. Топит, 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 топит и в какой-то момент, раз, его восприятие близкого тебя меняется на противоположное. Он становится тебе благодарным уже на всю жизнь. И обычно эти перевороты происходят, когда человек служил, служил, служил и чувствует, ничего не получается. И он уже как бы вроде разочаровываться начал, начал отдаляться от близкого человека. И когда тот начинает чувствовать благодарность, она выходит наружу, вытекает из берегов и он не хочет расставания, он не хочет быть вместе. Кроме того, благодарность открывает уши. Дальше он благодарен кому-то и не хочется слушать то, что он говорит. И так можно давать советы близкому человеку, начинать его воспитывать. Первая стадия любви – это служение близкому человеку, вторая стадия любви – это его воспитывать. Часто бывает так, что женщина говорит, да я все время заботилась о близком человеке, а он все равно нагрел, нагрел и в конце концов меня бросил. И еще говорит, что я плохо как бы себя вела. Бывает такое в жизни? Почему так бывает? По двум причинам. Первая причина – потому что ты заботилась небескорыстно, ты всегда ждала ответ. Вторая причина – потому что заботясь о человеке, надо также его воспитывать. Более глубокая и тяжелая фаза любви – это воспитание действия человека. Надо также не говорить правду, но делать это очень нежно и заботливо. Не надо закрывать глаза на то, как человек себя ведет в жизни. Надо говорить правду, но человек имеет право говорить правду только когда он вкладывает в него силы. Как одна женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, я вот решила повоспитывать своего мужа и немножко от него отстранилась, уехала к маме. Он позвонил мне, я не могла слушать лекции, позвонил мне и говорит, «Слушай, отстранись еще на недельку, я так отдыхаю». Ты знаешь, что она его задолбала? Еще потом отстранилась. Если бы она ему служила, а потом отстранилась, тогда бы он сказал, «Возвращайся, холодным утром, возвращайся, не очень трудно, возвращайся и оставайся, возвращайся, я без тебя устал». Понимаете, то есть это возникает, потому что человек служил, а не просто конючил что-то для себя. Теперь вопрос, откуда брать силы. Многие люди слушают лекции и говорят, «Олег Геннадьевич, я начинаю служить, сил нет». Сил нет, как жить, вот человек какой был, такой остался, у него все так же. Где брать силы? А для этого существует другая часть вообще беседы, которая является главной. Потому что большинство людей живут просто на тех батарейках, которые по судьбе идут. Понимаете, то есть батарейки кончились, все, делать ничего не могу. Силы человек свои должен брать из внутренней жизни. Понимаете, внешняя жизнь – это когда… Нам всегда приходят радости, когда ждешь, и ручей наполнен радостью. Понимаете, то есть человек искренне верит, что радости должны сами приходить. А внутренняя жизнь не означает, что человек настраивается на что-то святое, на что-то возвышенное, читает молитву, ходит в храм, занимается духовной практикой, читает на строге какие-то позитивные, прощает, просит прощения. То есть он сам в своем сердце с помощью силы разума увеличивает энергию счастья. И эта энергия счастья более качественная, потому что только у святых людей есть полное бескорыстие. Мы все равно будем корыстными в отношениях. Как ни крути, ни говори, я все равно хочу наслаждаться отношениями с близким человеком. Но если человек молится, то у него вот этот позыв бескорыстия, он начинает формироваться в сердце, и дает ему возможность дальше заботиться о близком человеке. Без внутренней жизни, без молитвы забота невозможна, потому что не будет сил. Я так устал, Олег Инатьевич, от этой жизни с ним. Ну как я могу о нем заботиться? Он говорит, с любовью резать картошку. У меня нет в нем никакой любви. Да у вас ни любви нет, а в любленности. А вы только для нее ради жили. Потому что любовь у вас возникает из самого служения. Когда человек что-то делает для близкого человека, он его любит. Вот человек цветочки мне принес, он меня любит. Потому что он сделал служение. Я тоже вас люблю, потому что если бы не хочу вам помочь, читаю лекции, вяжу в ваших глазах, вижу чистые качества ваши. Любовь всегда возникает из поступка и служения. Но если ты хочешь наслаждаться тем, то ты никогда его не увидишь и не поймешь этого человека. Первая стадия любви называется принятие. Чем больше человек в внутренней жизни живет и служит близкому человеку, тем ближе он к принятию приходит. А принятие означает, вот Бог мне дал вот такого человека, и я чувствую своим сердцем, что это правильно. Вот у меня вот такой человек в жизни, он вот такой. У него есть столько этого недостатков, столько этого хорошего. В это время, когда все вкус, уже хорошее все начинает бить. Потому что когда не вкус, а бить только один из достатков. Сейчас вот записки пойдут. Олег Геннадьевич, мой близкий человек, и понеслась. Это значит, никакого служения нет. И много-много претензий, тысяча претензий, ничего хорошего. Я говорю, а черт хорошего есть в вашем близком черте? Но мы сейчас не об этом разговариваем. Мне как раз надо, об этом и разговариваем. Потому что если мы об этом не будем разговаривать, тогда вообще ничего не изменится в вашей жизни. Надо учиться видеть хорошее, а не плохое. Сделайте себе такое задание домашнее. Напишите два листка по вести на стене. На первой листе пишите недостатки близкого человека. На втором его качество хорошее. И начните служить этому человеку. Вы увидите, что недостатки будут вычеркиваться, а хорошие черты будут увеличиваться. Вот и все. Возприятие человека поменяется, возникает счастье. Вы будете радоваться жизни рядом с ним, потому что вы увидите в нем душу. Душа, она вообще недостатков не имеет. Душа соткана только из хороших черт характера. И причем это мы знаем. В двух случаях в жизни человек может увидеть душу. По воле Бога просто. Первый случай. Рождение ребенка. Женщина смотрит на своего ребенка. Спяты на ней усталые парни, Стали на эти долгие годовые, Настенькие крови, Настенькие сыпы. Она видит только хорошие дни. Бог не дал такого видения. Понимаете? Потому что когда ребенок рождается, У него по характеру еще и сердце не ходит. И поэтому мать смотрит на ребенка, Она видит в него только хорошие черты характера. Она запоминает это на всю жизнь. А второй случай, когда люди улыбляются друг в друга. Они тоже видят только хорошее, но уже не на всю жизнь. Это быстро все исчезает из паники, из видений, со временем. Мы оскорбляем свою влюбленность. Эту чистое чувство оскорбляем своими поступками. В конце концов портим отношения окончательно. Итак, когда человек начинает заботиться об детском человеке, А это надо делать правильно. Есть обязанности мужчины и женщины. Как мужчина заботится о женщине? Относится к ней нежно, ласково. Всегда спрашивает о ее настроении. Пытается его понять, почувствовать. Мужчина должен всегда стараться обеспечивать покой женщине в плане финансовом. Не разжигать ее чувства. Работать, как и шаг, приносить ей все больше денег. Это не служение. А чтобы спокойно жизнь была. Чтобы не на еду хватало. Чтобы женщина не беспокоилась. Он также должен обязан работать над собой. Чтобы она чувствовала, что человек хороший. Развивается, работает над собой. Чтобы это ощущение было. Обязанность мужчины также является выслушать женщину. Потому что у женщины есть такая проблема. Ей надо выговорить свои чувства. Иначе она чувствует, что она без гармонии живет с человеком. Она как бы, ну, что отношения пустые. Их нет. То есть, если она выговаривается и слушает, видит, что слышит. Иначе она чувствует, что есть гармония. У нее сердце успокаивается и легче жить со мной. Но самая главная обязанность мужчины, это считать женщину самой лучшей. То есть, самой красивой, нежной, доброй. То есть, считать не означает, что она такая. Конечно, много девушек будет красивее. То есть, девушки, чем моложе, тем красивее. Ну, жена уже не такая молодая, но уже несколько лет прожили, есть уже и молодой. Но, если мужчина вот так воспринимает свою жену, пытается воспринимать, то она такой и становится. Она хорошей, так это восприятие. Обязанности женщины. Женщина должна стараться уважать мнение близкого человека. Стараться будет соглашаться, быть согласной с ним. Она обязана заботиться о близком человеке. Всегда делать так, чтобы он отдыхал дома, чтобы было комфортно, чтобы приготовить покушать, создать уют для него, чистоту. Обязана считать его, никогда не корректировать его присутствие друзей, никогда не разочаровывать его внутренние чувства, цели в жизни. Допустим, он говорит, мы должны стремиться вот к этому, надо сказать, да-да-да, нам хорошее, пойдем кушать. Вот. Ну, то есть, она должна относиться к нему снисходительно, к его идеям, целям, потому что для мужчины это очень важно. Мужчине крайне важно, что женщина понимала его цели в жизни, его направленность в жизни. То некоторые женщины приходят и говорят, ой, там Олег Геннадьевич. Говорят, какой Олег Геннадьевич? То есть, женщина никогда ничего хорошего мужу не сказала про его взгляды, слова. И вот какой-то Олег Геннадьевич. Он думает, что за ерунда какая-то вообще? Надо разобраться на Олег, что-то говорит, что за человек. Надо уважать мнение мужа, его взгляды на жизнь. Так то, что женщина должна себя вести. Видите, есть обязанности, и все эти обязанности являются остерами. Это не значит, что само собой так будет. Женщине очень трудно согласиться с мужчиной, у нее есть тысяча возражений. А особенно, если он поступил в группа, ей очень трудно готовить ему и стирать. Он думает, сам пусть себе готовит. Понимаете, трудно любить, когда совершено скобление какой-то женщины. Мужчине очень трудно быть в ласковом, если жена критикует. А ей очень хочется сказать правду про него. Она же ее чувствует, видит. Она не знает, как правильно, и говорит, как может. В результате, она такая... Достала у нас свои правды. Женщина – это же сердце мужа. Она совестью является мужа, она ему все выдает. Не факт, что она сама собой совестью является для себя. Но для мужа точно. Женщина все знает про мужа, всю правду. Про себя не всегда. Но про мужа точно знает. А мужчина является путеводителем женщины. Он показывает путь в жизни. Куда идем? Какой дорогой идем товарищи? Женщина должна идти за ним. Видите, как бы мужчина должен слушать от жены ее правду. Потому что в этом есть смысл, всегда резон. Женщина в сердце мужа нам подсказывает, где ошибки могут быть. Женщина должна идти за мужем. Принимать от мужа условия его жизни. Принимать должна условия жизни и его характер. Две вещи женщина должна принять. Характер мужа и условия жизни, которые предоставляет. Как кто-то приняло, сразу жизнь становится счастливой. А не хочется принимать. Не хочется. Хочется чего-нибудь такого. Любовь. Земного. 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 Вот. Видите? То есть наши желания идут в разрез с обязанностями всегда. И надо заставлять себя действовать правильно. Это называется любовью. Любовь не означает балдейки. Это не любовь. Это балдейки просто. Любленный. Заканчивается быстро. Светкой Соколовой день рождения. И сегодня 30 лет. И несут подарок, поздравление. И красивый розовый букет. Розовые розы. Внимаете, как заканчивается все. Может, со Светкой Соколовой продолжается, но со своей женой заканчивается. Это не любовь. Любовь со совсем другую природой имеет. Любовь означает служение единственному человеку. Первая стадия принятия. Вот все, что у него было, все в характере, я уже приняла. Ко всему привыкла. Все приняла. Все. Вот он моя судьба. И другого не надо мне в жизни счастья. Это означает что? Как называется это чувство? Верность называется. Верность. То есть первая стадия это принятие. Это капелька любви появилась в отношениях. Хорошо. Домой иду, я принял близкого человека. Все уже хорошо. Я дома отдыхаю. Дома мне хочется готовить, стирать. Мужчине хочется домой идти. Вот они к соседу или соседке. Вот. Домой. Почему? Потому что я уже принял близкого человека. Мне хорошо с тобой. Понимаете? Принял близкого человека. Все. Началась любовь. Все. 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 Спокойно стало жить. Если вам не спокойно, вы поставите свое, там я мне скажу. Ну что, как надо? Вот. Это означает, что нет у вас первой стадии. Вы еще хотите наслаждаться друг другом и душите, душите друг друга и все. Нет, не будет счастья тогда никакого. Вторая стадия уважения. Женщина уважает мужчину, его мнение. Она уважает его как уважаемого человека в обществе. Всегда смотрит на него как уважаемого человека. Всегда в присутствии друзей отстаивает его правду. Мужчина уважает женщину как самую обаятельную и привлекательную. То есть она рядом с ним самая лучшая всегда. Не всякие другие подружки там и так далее, а жена самая лучшая всегда. Это уважение означает. То же следующее стадия любви. Это иск и иск. Естественно, возникает в сердце. Почему? Потому что человек все больше и больше душевных, чистых, настоящих качеств видит в человеке близком. Тем больше уважения возникает. «Я хочу быть с тобой! И я буду с тобой!» Понимаете? То есть уже как бы… Это следующая стадия уже верности. На стадии верности любовь раскрывается в полной степени. И проявляется в виде феноменов, которые мы уже забыли, что такое бывает в этом мире. Мы забыли эти феномены уже. Реально любовь защищает судьбу человека на этой стадии. Тёмная ночь, только пули свистят постепенно, Только ветер гудит в провода, Только звёзды не сорвут. «Знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком, Ты в слезу оброняешь. Верю в тебя, дорогую подругу мою, Эта вера от смерти меня Темной ночью спасает». Чувствуете, да? Человек в портфолиуме сидит и знает, что его не убьёт, потому что там кто-то сидит, в слезу оброняет, верит в него, и любит. Веда описывает, что если женщина верит своему мужу, верна ему, то его убить очень трудно, а может быть даже и невозможно. Она защищает его своим сердцем, понимаете? Это любовь уже настоящая. Это редкая, редкая штука в этом мире. Или как, например, Гранат Табор своей супруги, есть у неё такое произведение, называется «Последние стихи», что-то или «Последние песни», что-то такое, он своей супруге написал. А мы из этого шляпи уже сделали. Я уплываю, и время несёт меня с края на кран. С берега, берег, кусок, мелькот, мелькот, друг мой, прощай. Ты посмотри, ты посмотри без отчаяния. Смерть, побеждающий вечный закон, это любовь моя. Чувствуете, да, разницу между тем, что у нас там, и вот такими людьми? Как я ехал разок в такси в Москве, и слышал один артист, народный артист рассказывал, и вот задали вопрос, а что вот самое удивительное в вашей жизни вы имеете и самое дорогое? И он говорит, а самое удивительное и дорогое в своей жизни я имею то, что вряд ли вы поймёте сейчас. Это моя жена, с которой я прожил удивительную и дорогую для меня жизнь. Понимаете? Это значит, что они все экзамены сдали. Это не то, что у них сразу так было. Знаете, такое заоблачная мечта с глаз, и с неба тут это, летящей похолопкой, понимаете? Ты вышла из рая. Такого не бывает, понимаете? Не бывает. А бывает как? Искрылся из глаз! Ты, владеем, моя! А за ночь за кого вы хотите? Или жениться? За кого? За мужика за кого? За обычного человека, понимаете? Часто люди пытаются с помощью каких-то психологических приёмов решить проблему в своих семейных отношениях. Сейчас закончится лекция, люди будут подходить ко мне. С одним из них я вижу вопрос. Олег Геннадьевич, у меня муж пьёт. Сделайте что-нибудь. Как сделать так, чтобы он не пил? Какой винтик ему в башке повернуть? Что так вот так? Слушай, давай всё спиртное унесём из дома. Нафиг оно нужно? Так не бывает, понимаете? Я сейчас объясню вам закономерности, которые надо знать, чтобы изменить свою личную жизнь. Первая закономерность, она исходит из глубокого знания о том, что существуют три силы в этом мире. У меня есть книжка, которая называется «Законы счастливой жизни». Она несколько лет назад заняла первое место из двух конкурсов единоборственных книг. Эта книга заняла первое место. За неё проголосовали сто тысяч человек. Как вы думаете, почему они проголосовали за неё? Потому что в этой книжке объясняются очень удивительные, глубокие законы, по которым надо жить. И я вам вкратце сейчас эти законы расскажу. Есть три слоя жизни в обществе. Три слоя жизни. Первый слой жизни в нём безнадёга полный. И он имеет свои характеристики. Вот, допустим, этот слой называется невежественное существование или невежественная жизнь, в которой нет ни совести, ни знаний, ни любви. И, допустим, вы мне говорите, Олег Геннадьевич, я вообще ни в чём не виноват в наших отношениях. Я просто до дурака вышла замуж. Когда вы считаете близкого человека причиной только своих страданий и проблем, значит, ваше отношение находится в полном невежестве. Всё. Выхода нет. Веды объясняют, что невежество означает «тёмный колодец, поросший кровой». Что значит «поросший кровой»? В Индии просто, ну, рыли колодцы в древней культуре. И если колодец зарастал кровой, человек идёт, идёт, бульк. А трава там очень толстым дёрном таким росла. Бульк. А дальше что? Слышно? Нет? Что-нибудь? Трава закрывается. И тю-тю. Ни голоса, ни звука оттуда не дойдёт. И даже если люди рядом с тобой шли, вдруг тебя нету. И найти невозможно. Или с большим трудом только можно найти. Понимаете? Вот так человек, который считает, что только близкий человек виноват в его личной жизни, он находится в таком тёмном колодце, поросшем кровой. Выхода нет из этой ситуации. Вообще просто нет. Никакого счастья не будет. Это называется невежественная жизнь. В невежественной жизни живут люди, которые ни к чему в жизни не стремятся. Не хотят работать над собой. Они выпивают, смотрят телевизор. Женщины в основном в депресснике находятся. Думают только о личном счастье. Постоянно мечтают. Мужчины пьют. Женщины мечтают. Все смотрят телевизор или говорят по телефону целый день. Свободное время. Остальное время просто работают. Ещё более невежественная жизнь – это когда люди уже начинают жить теневым бизнесом, преступными группировками, начиная первыми отношениями. Вот. Там уже свои законы преступного мира, невежественные законы начинают вступать в жизнь. И человеку очень трудно вырваться из этой ситуации в жизни. Точно так же и с невежественной жизнью, которая связана с алкоголизмом, с пьянством, с развратом, изменами. Невозможно вырваться просто так. И нет здесь выхода, понимаете? Женщина приходит. Олег Геннадьевич, объясните мне, как мне объяснить мужу, чтобы он не пил. Никак ты не объяснишь. Нужно менять саму жизнь, причём начинать с самого себя, а не с него. Потому что с него никогда не начнёшь. Я, например, не могу жену привести на свои лекции, чтобы она их послушала. Потому что жена будет смотреть, а не слушать. На то, как я веду себя в жизни. И из этого делать выводы. А не из того, что я болтаю. Она сама мне может сказать про мои лекции. Вот лекция такая, это минута такая. Почему ты не выполняешь то, что говоришь? Послушай и сделай правильно свою же лекцию. Вот. Понимаете? То есть близким людям всё равно, о чём мы рассуждаем. Они смотрят на нашу жизнь. Поэтому обсуждениями близкого человека не переубедишь. Нужно жить по-другому. Обидно же недостатки близкого человека, они свои. Вот у меня муж пьёт, в чём я виноват? Вот если он у тебя пьёт, значит ты точно в чём-то виновата. Потому что если бы ты была не виновата, он бы не пил. Этот мир соткан только из одной справедливости. Никогда человек не получает то, что он не заслужил в этой жизни. Если говорить уже конкретным языком, то женщина должна служить мужчину энергии любви. Мужчине. То есть она собрана из энергии любви. Она даёт мужчине энергии любви. А если мужчина энергии любви не получает от жены, то у него есть два варианта, откуда их получать. Только два. Первый вариант от Бога. То есть быть духовно разным человеком, тогда ему вообще жена не нужна. Он может на нас режет и получать любви, любовь от Бога. Зачем он? Жена нужна тогда. И второй вариант, откуда он ещё может получать промышленный. Энергии любви откуда? 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 Алкоголь, мои хорошие. От бутылки? Ну я не говорю тот случай, когда у него там пошла другая волна, да? Он пошёл в другую сторону в жизни. Другую, если нашёл. Если он более-менее честный человек, то у него два варианта. Или в боку удариться, или в бутылку найти себе, другую подругу, венную свою. Выпьем вскоре. Где же крошка? Сердце будет веселее. Понимаете, это энергия любви тоже бутылка? Какая энергия любви? Безнадёга там, безнадёга. Горилка, горькая. Горькая это любовь. Потому что нет настоящей. Он когда пьёт, он разрушает свою жизнь. Это самоубийство такое, тихое. Потому что он может уже работать над собой, бороться за свою жизнь. Он просто хочет иметь для нас счастья и всё. Эта руминация оправдывает в отношении. Вот моя жена гуляет, в чём я виноват? Надо посмотреть, в кому она гуляет. Вот как идёт этот человек в себя? Какой он? Вот какой он? Такой ты должен быть. Вот если таким будешь, тогда он не будет гулять. Вот и всё. Это очень просто понять. Вот, допустим, муж классный такой, знаете, такой вот классный. Весь из себя такой, ну всё, заботится, ухаживает. И жена на каком-нибудь замокрышке ходит. Ну, такой, гуляет к нему. Предпочитает его общество. Такое бывает, нет? Нюсу, ты хороший. Бывает? Бывает. Ну, значит, она придурочная просто. Ну, пусть и там остается как-то. Она действительно нормальная. Бывает иногда, да. Ну, в основном так не бывает. Да? Ну, конечно, всё бывает. Ну, в основном вот, если ходит, значит там как-то лучше. Ну, докажи, докажи вот ей, что ты лучше. Ну, встреть его. Сделай ему точный массаж лица. Полечи его немножко. Проведи медицинскую процедуру. А надо тебя уважать после этого. Ну, видит, он внутри мужества у меня нормальный. Точный массаж лица сделал, как можно ему. Он сейчас отдыхает, лежит после массажа. Восстанавливается. Ну, человек должен быть мужчиной. Понимаете? В этом мире нет несправедливости. Поэтому не надо. Физика же на чём зацепивается. Хотя иначе у меня особый случай. А всё, не исключение. И исключение. Вот. Это означает невежественная жизнь. Вот этот слой жизни, в котором нет выхода, безнадёга. Тёмный колодец с поросшей травой. Дальше. В этой безнадёге нет семейной жизни. Запомните, если у вас так психика работает, он во всём глядет, не могу с ним жить всё. Это значит, что у вас нет шансов, возможности вообще иметь семью. Просто по вашему стилю жизни внутреннему. Потому что мы говорим о внутренних чувствах. Бывает такое, что человек выпивает, а женщина чувствует себя комфортно, хорошо с ним. Бывает такое? Думайте, думайте. А? С ним выпивает. С ним выпивает? Нет. Люди, когда выпивают, они не могут себя комфортно чувствовать. Они все страдают. Просто сами не могут себе признаться в этом. Сейчас произучим этот вопрос. Поднимите руку. Вот женщина, которая достигла вот этой возможности внутренней. Муж выпивает, а я чувствую себя хорошо, работаю над собой, побеждаю с собой. Есть такие женщины, которые, 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 которые не имеют здесь. Это значит, если вы действительно успокоились в сердце, что скоро он бросит пить. Это гарантия. И вы уже это знаете, чувствуете. Вот смотрите, я вам расскажу. Представьте победу над судьбой. Судьба где находится? Она находится между нами. И воплощается в жизни через близкого человека. Судьба так всегда действует. Вот смотрите, когда человек думает о святом человеке, святость сначала наполняет его изнутри, в сердце, как убеждает судьба. Первая стадия победы над судьбой. Что происходит? Спокойно внутри. Если человек пьет, глупости делает, мне стало спокойно внутри. Вторая стадия. Смотрите, внимательно смотрите. Судьба же между нами. Я уже там внутри разобралась с ней. Очистила свою судьбу внутри. Мне стало спокойно. Дальше, с помощью молитвы, работы над собой, я начинаю влиять на отношения. Я начинаю относиться к нему лучше. Служить, заботиться, пытаясь. Несмотря на то, что он плохой человек. Заботюсь, служу ему. Что происходит дальше? А дальше происходит то, что в нем просыпается совесть. Я уже начинаю лучше его воспринимать. И в этот момент его начинает крючить. Он чувствует, что делает что-то не то. У вас дошло до этого? Нет? Уже дошло. До второй стадии дошло. Он еще пьет при этом. Интересно. Вот интересно посмотреть, как это происходит. Его уже начинает крючить. Он чувствует, что только не так. Жена хорошая, я козел. Он чувствует, что уже что-то не то в жизни происходит. Он как-то не так себя ведет. И третья стадия какая? У него происходят коренные изменения внутри. Он делает вывод. Все. Это означает, что она победила свою судьбу. Потому что почему он ей такой достался? Потому что она сама в прошлой жизни была таким. Понимаете? Тонкое тело, психическое тело называется еще телом желания. Вот как мы живем, допустим, в прошлом, то нам и достается в настоящем. Мне одна женщина подошла и говорит, Алик Геннадьевич, вы можете мне как-то, аликстворенно, показать мою судьбу? Я говорю, конечно могу, без проблем. Она говорит, ну-ка покажите. Я говорю, смотрите, поставьте перед собой всех своих родственников и близких друзей. Вот вся ваша судьба. Точно. Вот она, вся ваша судьба. Вот это вот вы, и вот это вы, и вот это. Есть хороший человек, через него вы реализуете хорошую свою судьбу. Есть, который приносит вам трудности, а есть близкие вообще. Понимаете, близкие, это жесть. Почему? Потому что есть три типа отношений. Первый тип – это легкие отношения. В жизни человека – это легкие отношения. А сейчас дружеские. Это легкие отношения. Вместе поехали, отдохнули, покупались, разгорали. Нам хорошо, как с друзьями. Ты меня уважаешь, уважаешь, тебя тоже уважаю. Все классно, все. Это самые легкие отношения. Никакая карма реализуется. Хорошая, добрая, с друзьями. Дальше. Деловые отношения, более глубокая карма. Уже люди выпрыгивают из многоэтажек иногда. Понимаете, уже начинается жесть потихоньку. Там более тяжелая судьба. Директор завода дается по судьбе. А ты знаешь, вот такой скотина – да. По судьбе. Все по судьбе. Даже правительство в стране по судьбе дает. Все по судьбе дает. Все. И ты должен принять это все. Иначе не будет нормальной жизни. Если человек не принимает директора своего завода. Не принимает этого человека. Что дальше будет? Этот человек, который не принимает директора своего завода. Что с ним будет дальше? Он получает свободу. Директор завода ему дает весь мир. Весь мир он дает. То есть, если человек не принимает себя близким человеком, он тоже получает свободу. Отвини, фавофин обвини. Понимаете? Результат неправильного представления о жизни, о том, что происходит. Итак, деловые отношения трудные, уже как начинают реализовываться, тяжелые, не просто там мы наслаждаемся вместе, поятельный курорт, друзья, вот, дальше уже деловые отношения, уже жизнь. И самая тяжелая судьба приходит через какие отношения? Семейные. И причем, чем больше мы хотим счастья от кого-то из родственников, тем больше страданий мы получим через эти отношения. Например, если я от мужа больше всего хочу счастья, значит больше всего страданий через него придет, а если я больше всего счастья хочу через детей, от детей, значит через кого больше всего страданий придет? Через детей. Теперь я вам открою маленький секрет. Есть два типа людей, которые создают семью. Одни люди хотят сильной влюбленности, чтобы создать семью. Знаете, такое чувство, такое... Вот так. Вот чем больше они чувствуют, испытают этого, тем больше страданий они также испытают от этих отношений. Другие люди, второй тип людей, представьте себе, есть такие люди, которые хотят семью создавать не для того, чтобы балдеть вместе, а для того, чтобы идти одной дорогой. Чтобы человек был взглядом одни с одним, со мной, чтобы у него была вера одна, чтобы он понимал, взаимопонимание было в жизни. И если они создают семью где, на дискотеках, то вторые отношения создают где, в храмах. Знакомятся уже по-другому. Не в постель друг друга тащат, а общаются друг с другом, разговаривают, создают отношения, выясняют, как мы хотим жить, как мы будем заботиться друг о друге. Пытаются отношения строить с помощью беседы. Одни в постель друг друга тащат, и потом, если в постели приютели так, что не можем разойтись, значит, женимся. Полюбили, совсем полюбили друг друга. Полюбили настолько, что женимся. Иногда залетели и женимся. Когда она подумала, ну, Эльбина, что-то несчастье. Я говорю, какой? Я залетела. Я говорю, в смысле? Ты же берегенела. Как это же счастье, наоборот. У тебя ребенок появился, у тебя вообще нет шансов, что-то это было. А у тебя есть уже ребенок, согласно. А я не хотела от него, а мы-то вообще вместе не будем жить. А что ты туда в постель залезли? Не знаю. Не виноватый я, он сам пришел. А вынашивать по тебе и рожать, моя хорошая. Видите, мы не знаем даже, что такое семья часто. Мы не понимаем, что как раз от этого драйва и желания сильной влюбленности приходит самая тяжелая карма в жизни. И это не то, что у человека так устроено в жизни, так устроено вообще везде в природе. И веды приводят такие примеры. Если, смотрите, слушайте эти примеры. У мотылька самое сильное драйв и самое сильное чувство возникает от света. Как умирают мотыльки? Летят к свету и обжигают крылышки. Согласны с этим? Дальше. У рыбы самое сильное чувство. Она вообще такая, знаете, немножко туповатая такая. Если у кого-то аквариума будет, есть, смотрели в глаза, они такие глаза, у них такие пупыри. Они пугаются. У них страх в глазах, только и тупость. И все, два чувства. Вот так пугают. Вот. Но у рыбы есть одно очень сильное чувство. Это чувство вкуса. И поэтому рыба погибает через что? Через червячка. И рыбаки знают, что даже если рыбка дернула крючок и ей больно, она отскакивает, но все равно приплывет, надо ждать поплева дальше. Если червячок вкусный, но чувство боли возникло, все равно она туда лезет. Пищит и лезет. Понимаете? Значит, мы погибнем через это чувство вкуса. У оленей чувство слуха самое нежное и изящное. Они слушают лес всегда. Они застывают в лесу и слушают лес. И при садке в лесу раздается звук такой нежный рожка. Пам-пам-пам. Рожок, да, играет охотника. И олене тык-тык-тык-тык-тык-тык послушает. И дальше что? И папу ее ее тикю. То есть олени погибают из-за чувства слуха. И люди это использовали в древней культуре в охоте. Не надо было на вертолетах с оленями летать. Понимаете? Как сейчас это не будет. Просто поиграл в рожок и все. Слонов знаете, как в олене? У слона самое сильное чувство – это половое чувство. Он сам не плюжий такой, но секс любит. С удовольствием сексом занимает. Вот. И просто слоник тренировали. И слон, с фойла, забегал за слоника просто. И все. Не надо было сильно напрягаться, чтобы его поймать. Точно так же и человек разрушает свою жизнь через сильное желание. Чем сильнее желание, тем сильнее трудности в жизни. Но это не значит, что все плохо. Просто надо принять тот факт, что если ты хочешь все сразу, чтобы отработать, чтобы сразу много людей, много страданий, значит, у тебя такой характер просто и все. Ну, значит, вот так ты хотел, и так это получил. Ну и получи, и распишись. Все. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Вы согласны получить по заслугам от этого человека? Мне же не согласны. А вы не от этой девушки согласны получить по заслугам? Да, пожалуйста, я подписываюсь. Мне нравится, да. Не вздумайте разойтись. Это что, конечно, в моем месте всю жизнь. Все. Вот. Раньше-то люди по бенествии плакали, они же понимали, что есть судьба. А мы не понимаем. Веселимся. Ты все пела это дело, да? Теперь попреши. Ха-ха-ха. И так, видите, есть закономерности в жизни предъявленных. Потому что самая главная проблема людей заключается в том, что они верят, что может быть лучше. Из-за этой веры они не идут вперед в отношениях, а стоят на месте и ждут, когда разойдутся. Особенно есть такое бедующее заблуждение, хоть на каждой лекции об этом говорили, но в семейном отношении все равно это заблуждение остается быть. Одна девушка мне прямо-прямо сказала о том, что Олег Геннадьевич, а у нас же гражданский брак. Знаете, если вы вместе год живетесь, значит, Бог вас соединил. Он держит вас вместе зачем-то. Если вы при этом не хотите расписываться и говорить, что у вас гражданский брак, это ничего не меняет. Вот вас Бог вместе соединил. Понимаете, живите вместе, развивайте отношения. А если вдруг Он не соединил нас? Если бы Он не соединил, вы тогда не жили вместе. Люди не могут сами вместе жить. Мы сами ведь иначе вместе живем? Нет, не сами. Если бы вы сами жили вместе, вы бы не чувствовали то, что не можете уйти друг от друга. И вообще люди, если сами вместе живут, они пожили, разошлись даже и заметили. Это значит, ничего и не было. Не было печали, просто уходи, и владеет там. Не было печали, не было разлупотей. Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. Если живете вместе, значит Бог соединил. Примите друг друга. Итак, первый слой. Живь в невежестве. Если у вас такая жизнь, не надо думать, что вы сейчас исправите близкого человека, и люди в невежестве не видят и не чувствуют друг друга. Второй слой – это жизнь страсти. Жизнь страсти означает, что люди уже почувствовали друг друга, начинают понимать, но у них есть одна проблема. Они друг друга только чувствуют с позиции своих желаний, а вернее общих друг другом желаний. У них есть общие желания друг с другом. Мы хотим построить дом, родить детей, мы хотим вместе обустроиться, чтобы у нас денежки были, в обществе хотим быть вместе, рисоваться, ходить, чтобы нас всех уважали и так далее. Это называется жизнь страсти. Люди живут друг с другом, им кажется, что они друг друга понимают и чувствуют и видят, но на самом деле их сердца друг от друга полностью закрыты. Внутри друг друга они не чувствуют. И вот этих людей, когда они живут в краске, у них нет искренней беседы, ни и быть не может. Они боятся сказать правду друг другу, они всегда рисуются друг перед другом и всегда находятся в таком состоянии страха потерять близкого человека. Они боятся измены, такие люди. Вот я не боюсь, что у меня жена измены. Потому что у меня другие отношения. Многие люди боятся. Почему они боятся? Потому что жизнь страсти, сердечко друг другу открыть не можем, потому что это такой слой жизни. Здесь не предусмотрено открытие сердца. Здесь предусмотрено стремиться к успеху, пальцы веером раскрывать, денежку зарабатывать вместе, квартиру копить, детей рожать. На работе работать, друзей иметь, рисоваться перед ними. А открывать сердце друг другу не предусмотрено. И поэтому, когда люди в страсти живут, а сердце не открывается, и потому что нет глубоких отношений, и это постепенно становится, что скучно, тяжело. Потому что работать это тяжело, к чему-то стремиться это тяжело, воспитывать детей это тяжело. Они думают, что им легко так будет жить, а становится все тяжелее и тяжелее с каждым годом. И результат такой в жизни в страсти? А результат такой, что кто-то тайком начинает гулять. Потому что сердце-то не открыто, закрыто, и поэтому никакой совести нет в отношении. Сегодня с тобой, завтра с другой. И в результате людей в страсти неожиданно обнаруживают, а как это мы с ним 20 лет прожили, и он начал меня изменять. Ко мне подходит, вот так спрашивает, а как вы прожили-то вместе? Вы хоть сердце друг другу открывали? У вас тут верность была вот это вот чувство? Верю в тебя, дорогую подругу мою. Нет, мы вместе работали, детей воспитывали. Это называется жизнь в страсти. Что такое жизнь в благости? А жизнь в благости означает, что человек начинает искать проблемы, и люди в страсти постоянно ругаются. Почему они ругаются? Потому что признак ругания, когда люди вообще ругаются друг другу, есть только одна причина. Я хочу доказать тебе, объяснить тебе, как меня надо любить. Вот причина руками. Почему? Мы же не ругаемся. Я тебе объясняю, что я хочу тебе служить. Я! Он, нет, нет, я хочу тебе служить. Я люблю тебе верность. Нет, я хочу тебе служить. Я! Никто так не ругается. Все ругаются. Все ругаются по-другому. Понимаете, люди в страсти почему ругаются? Потому что люди в страсти, они хотят наслаждаться жизнью, но по-дружески договариваться пытаются. Что-то называется психология уже. Хоть люди в страсти живут с помощью психологии. Они так называют. Хотя психология означает наука о душе. Психоз означает душа. Душа никогда не договаривается. Душа верит. И служит близкому человеку. И так люди в благости голову по-другому. Они пытаются заботиться друг о друге, открывать сердце близкому человеку. Они пытаются принять его. Они глубже понять его пытаются. А если он начал гулять, то они тогда прощают ему. Говорят, слушай, тебе хочется вот с ней отношения строить. Объясни мне почему. Я хочу быть лучше. Я хочу быть твоей самой любимой. Люди в благости способны прощать. Люди в страсти не способны. Если загулял, пошел в голову скотина. А понятия, почему загулял, мозгов не хватает. Итак, видите, есть три слоя. Благость, страсть. То есть невежество, страсть и благость. Теперь ответ на наши вопросы по отношениям. В невежестве живем, нет Бога, нет отношений. Каждый доказывает свое, ругается, постоянно ненавидим друг друга. Шансов нет измениться. Что надо делать? Менять свою жизнь. Делать алтарь дома. Начать работать над собой. Начать прощать, молиться и так далее. Переводить свою жизнь в благость. Твоя жизнь в благость переходит. Постепенно жизнь близкого человека тоже переходит в благость. Потому что он является всего лишь орицетворением твоей судьбы. Вот как тебе положено, каким он и будет. А если тебе положено что-то другое, значит он будет другим. А если он не будет другим, значит судьба его сделает другим. А если он все равно не хочет у нас сделать из него котлету. Я вам серьезно говорю, я видел такие примеры. Вот такие даже жесткие примеры. У меня был один пример. Одна женщина все выполняла перед мужем и сыном. Они сгонялись над ней, как хотели. Она заботилась, служила и прощала. Но это крайний случай. Не то, что так у всех должно быть. Но это крайний случай. И когда она слушала лекции, тоже работала над собой. И когда она почувствовала, что она уже все спокойно к ним относится. Простила ей все. Они все равно продолжали издеваться над ней. В этот момент они погибли в автокатастрофе. Не хотите жить как надо. Бог сделает котлету. Но в основном так не бывает. В основном если ты достоин чего-то, получаешь. А эта девушка потом женщина вышла замуж. Потом ты же дальше начала жить. Не то, что она там все потеряла в жизни. Попытайтесь это понять. Что в этом мире нет поражений, если ты идешь правильным путем. Поражение означает просто темный колодец. Невежество. Нет понимания, как жить правильно. Если у вас отношения формальные, нет глубины, не надо меня спрашивать, иначе как поменять этого человека. Никак не поменяйте. Меняйте свою жизнь. Входите в благость. Пытайтесь жить правильно. Сначала самому. А потом постепенно близкий человек поменяется сам. Его не надо менять. Это происходит через сердце, через любовь. У нас уже практически не осталось времени. Я очень благодарен вас за ваше слушание и ваше внимание. Интересно. Три года слушаю ваши лекции. Начала молиться по утрам. Появились силы и смысл жизни. В браке более 15 лет, моя многодетная семья. Вопрос касается интимной сферы жизни. Для мужа секс всегда стоял на первом месте. Я всегда боялась ему в этом оказывать. И соглашалась на секс для сохранения семьи. Из-за страха потерять его. Но теперь страх пропал. Появилось желание объяснить ему, что я чувствую. Появились психические силы отказать ему, если я этого не хочу. Я почувствовал себя намного счастливее. Но в результате мужа депрессии и разочарования. Он не знает, как дальше жить без секса. Что делать? Продолжать свою игру, порядочную женщину, терпеть сексуальное радство. Для попытаться быть счастливой является секс в служении мужу в благости и в невежестве. Сейчас я им все объясню. Интересно устроен этот мир. Смотрите, женщины. Женщина получает половое счастье, половое чувство от тонких отношений. И это половое чувство женщины, оно не находится только в одном месте. Понимаете? Оно находится во всем теле. Женщина наслаждается жизнью через комфорт в квартире, через вкусную пищу, которую мужчина не может так сильно чувствовать, как женщина. Она наслаждается жизнью через заботу, ласку, внимание. Это ее половая энергия действует в это время. У мужчины есть только одно место, которое дает вот это ощущение, в отличие от женщины. Причем у женщины тоже это место нормально работает. Кроме всего прочего, понимаете? Для женщины начинает работать над собой, часто бывает так, что она начинает чувствовать... И вообще, это обычное у женщины чувство, что я вас выше не мужа. Это обычное дело. Я объясню вам почему. Потому что есть два психических цилиндра. Есть наружный психический цилиндр, есть внутренний. У мужчины очень сильно разве внутренний психический цилиндр, а наружный очень не разве. То есть его качество характера не выходит наружу, они скрыты от глаз. А у женщины, наоборот, наружный психический цилиндр очень сильно разве, а внутренний, наоборот, разве хуже. И поэтому женщина думает, блин, ну я такая хорошая, почему я с этим дураком живу? Это естественное чувство у женщины, потому что очень трудно увидеть качество характера глубокие женщине с первого взгляда. А мужчин, наоборот, видит сразу, вот у жены все классно, не характер реальный с первого взгляда. То же самое относится и к сексу. Женщина, она заинтересована именно в нежности и ласке больше всего в жизни. Это ее действует как половая энергия. А мужчине нужен другой секс именно. Это даже строение половых органов, половых центров психических обусловленных. У женщины половой центр имеет более возвышенную природу. Он находится в парковой области. И им управляет планета Венера. В целом планета Венера имеет очень чистый и возвышенный характер. Поэтому для женщины половая жизнь – это что такое важное в семье и ценное, понимаете? А у мужчины, как более низкий, Копчиковый центр психически управляет половой энергией. И это, ну там планета Марс управляет. Она такая грубую прямую роду имеет. И природа такого насилия, захвата, понимаете? Как устроила природа. И женщины часто, они возвышают, возвеличивают свое чувство, что мне не нужен другой секс. Но, понимаете, существует определенный механизм в природе, который определяет, что есть что и кто есть кто. Как определить, почему мужчина бросается на женщину? В чем причина? Я вам сейчас расскажу эту причину. В половые центры, нижние половые центры женщины имеют горячую природу. И они разжигаются от того, что женщина получает различные блага от жизни. Она наслаждается комфортом, пищей, подружками и так далее, жизнью, которую создает ей муж. Чем больше она наслаждается этой жизнью, тем сильнее горит ее половой центр. А у мужчины половой центр имеет холодную природу. Поэтому мужчины сами по себе могут жить без женщин, спокойно, в монашестве, не сильно напрягаясь. Но женщины, когда живут вместе, одинокие, они очень много плачут, ругаются и так далее. Очень трудно женщинам жить вместе, а мужчинам легко. Потому что у них холодная половая энергия, у женщин горячие. Так вот, знаете, когда женщина наслаждается жизнью, и мужчина бросается на нее, это значит, что она получает свою половую энергию от судьбы, а он нет. Я не буду вам говорить, что вам делать, там вы мне конкретные вопросы задали. Олег Геннадьевич, мне лежать с ним в постели или нет? Я, как бы, это ваш практический вопрос, вы сами решите. Просто знайте, если вы говорите вообще о более возвышенных вещах, когда они живут очень духовной жизнью, возвышенной, о какой вы говорите сейчас про себя, то у мужчины пропадает сильно большое половое желание, у него другие чувства в женщине возникают. Но есть еще одна причина, почему у мужчины возникает сильное желание секса в отношении к женщине. Эта причина заложена в судьбе. Потому что когда у женщины очень горячий половой центр, это значит, что надо, чтобы появился ребенок. Когда у женщины появляется ребенок, то половина где-то половой ее энергии уходит на него, а половина остается на мужа. Когда еще один ребенок появляется, то еще больше уходит. И постепенно психика мужчины успокаивается, приходит в норму. И баланс между половыми желаниями мужчины и женщины возникает. Этот дисбаланс означает нехватка детей в семье просто. Вот и все. За исключением всего остального, что я вам писал еще. А теперь, когда вы все узнали, делайте свои выводы и поступайте, как считает нужным. Но если вы будете мужика в депресснях гонять, это значит, точно вы делаете что-то не то. Как открыть сердце? Вопрос. Не надо ничего открывать. Поймите, что в этом мире мы все получаем, потому что мы это заслужили. Допустим, некоторые спрашивают меня, все эти вопросы, Олег Геннадьевич, как исправить свой характер, как открыть сердце, как стать лучше? Эти вопросы не являются правильными, потому что в этом мире все эти вещи мы получаем как наказание. Почему сердце закрыто? Потому что я наказан. Когда ребенок стоит в углу, он наказан. Ему надо выходить из угла или нет? Как выйти из угла? Если он будет спрашивать, как выйти из угла? И он скажет, что его будут, зачем тебе выходить? Ты наказан. Есть такой анекдот на эту тему. Солдат в учебку попал, ему дали ломик, начал подметать плац. Пришел, говорит, я хочу метлу, я хочу качественнее подметать плац. Дайте мне метлу. Прапорщик говорит, а нам не надо, чтобы ты качественнее подметал плац. Нам надо, чтобы ты замучился. Вам так кажется, чтобы... Дайте мне открытое сердце. Почему у меня закрытое сердце? Они предусмотрены программой, что у тебя должно быть открытое сердце. Вот начни жить правильно. Когда заслужишь открытое сердце, получишь открытое сердце. И жить будешь счастливее. Вот так работает система вся, в которой мы живем. Олег Геннадьевич, почему я такая обидчивая? Выполняя свои обязанности, ты можешь служить близким людям. Придет время, обидчивость пройдет. То есть ты заслужишь более счастливую жизнь. Обидчивость уйдет из твоего сердца. Станешь не обидчивая. Понимаете, мы за чего хотим? Мы хотим счастья, конечно, счастья. Видите, это не служить, а счастье. Мария Геннадьевич, где счастье? Дайте мне обидчивость. Дайте мне открытое сердце. Не работает система. Надо сначала выполнять свой долг, а потом получать воды. Сначала стулья, сначала деньги, а потом стулья. И не наоборот. Понятно, как работает система? Последний вопрос. Вообще, мы завтра начнем... Ну, как будет у нас организаторный день. Я обычно так делаю, что мы приезжаем на полчаса раньше на следующий лет, чтобы ответить на вопрос. Завтра я... Ну, если все будет хорошо, потому что я не договорился с организаторами еще, я завтра приеду на полчаса раньше и буду отвечать на ваши вопросы. Потом начнем цариться. Нормально так сделать? Что делать с ощущением, что я пока я мать? Что пока еще далека от безусловной любви, не всегда поступаю правильно в отношении к ребенку. Постоянно лежать чувство вины. Один святой человек имел ученика. И тот подошел к нему и говорит, к учителю, говорит, мой учитель, я самый падший. Он такой падший. И он слушал, слушал это все. Потом говорит, слушай, ты, говорит, не самый падший, просто падший. И все. Иди чистятошку. Понимаете, это тоже проявление вот этого эгоизма. Я такая плохая мать, Евгенович, такая плохая мать. А почему вы об этом не говорите? Только по той причине, что вы хотите наслаждаться своим материзмом. И все. Потому что если человек хочет быть хорошей матерью, не говорит, плохая я мать, я не плохая, я не плохая, я не плохая. Просто служите, забудьте о своем ребенке и не думайте, хорошая вы мать или плохая. Придет время, станете лучше. Это то же самое, смотри, я захожу на кухню, девушка заходит на кухню, говорит, Олег Геннадьевич, на кухне такой бардак, такой бардак, о, бардак такой. Что делает? Ну просто убирай кухню и все, что ты говоришь об этом? Да тоже эгоизм так, кроме детства, плохая. Такая плохая, самая плохая мать на свете. Вообще. Там близкий эгоизм просто. Ты не самая плохая мать, а просто плохая и все. Иди, выполняй все обязанности. Ну конечно, как бы вопрос-то сам включал так, что делать с ощущением, что я плохая мать. Вопрос задавался таким образом, чтобы ответ был примерно такой. Так вы, если имеете такое ощущение, значит вы хорошая мать. Ничего не надо делать с этим ощущением, просто выполняйте свой материнский долг и все. Ничего не делайте с ним. А вообще, конечно, вы все очень хорошие люди, без всякого сомнения. Потому что плохие на лекции такие не ходят. Я вам серьезно говорю, то есть я преклоняюсь перед всеми, кто сидит в этом зале. Вот, например, женщина сейчас выслушала себе критику какую-то определенную. Это же очень трудно. Вот если сейчас кто-нибудь вышел и говорит, а вы, Мария Геннадь, что же человек вообще? Что-то сидите тут, выступая перед всеми. Вот. Наверное, я бы не улыбался. Видите, то есть, на самом деле, я очень благодарен вам всем за то, что вы выслушали меня, 3 часа сидели здесь. Хочу оставаться с вами, всюду быть благодарным в своем сердце. И, в общем, у нас сейчас будет следующая часть лекции. У нас будет следующая часть, в которой мы будем повторять, я желаю всем счастья. Это такой тренер, в котором будет раскрываться сердца. То есть вы просили, как сделать так, чтобы сердце открылось. Сейчас будем это делать. Это труд. Этот тренер нужен для того, чтобы понять, как работать над собой, как побеждать судьбу. Но как женщина рассказала о том, что у нее победа происходит, что муж перестает пить потихоньку. Это, несомненно, происходит из-за того, что она делает дома то же самое, что мы вместе сейчас будем делать здесь. И это действие, оно очень ценно, его первый раз делать именно вместе, чтобы почувствовать его в полной степени очень сильно. В древней культуре существовала такая традиция интересная. Люди разных мер, разных традиций собирались вместе. И повторяли определенный тип настроек, которые создавали атмосферу мира и гармонии вообще в мире. Интересно, эти настрои назывались шанки-мантры. Слово шанки переводится как мир или гармония. И эти мантры означают молитвы. То есть эти настрои звучали примерно так. Один из настроек вам читали. Пускай все получат удачу, счастье в жизни. На кашле, ду, кабал, поверь, пускай никто в этом мире не страдает. Классный настрой? У меня теперь нет вопросов к вам. А к какой вере он относится, этот настрой? Ко всем. Правильно, поэтому сейчас вот какая-то вера у нас не была, мы сейчас все с вами будем повторять, я желаю всем счастья. Это вот настрой, который приносит мир, семью и жизнь нашу. И при этом надо делать следующее. Так как человек не является обладателем счастья, обладателем счастья является Бог, святость. Поэтому надо вспомнить что-то божественное. Надо вспомнить святого человека или изображение Бога. Или если у вас в вере нет изображения Бога, вспомнить Священное Писание, вспомнить имя Бога, вспомнить святую землю, вспомнить оставки, святые оставляют, допустим, святого человека. Но запомните, надо вспоминать то, что дало вам чувство веры и победе над своей Судьбой. Надо вспомнить то, что уже дало какой-то результат. Память всегда активизирует самое сильное и лучшее в человеке, которое дает победу над судьбой. Не просто там что-то вспоминайте, а то, что дало вам этот результат. Допустим, вы прочитали про жития святых, про какого-то человека, и вы очень сильно вдохновились о нем. Или вы были на святом месте, почувствовали его силу. Или вы искупали святой воде и почувствовали себя лучше. Вот это вспоминать. Когда вы вспоминаете это, то надо мысленно кланяться в святости и повторять «Я желаю всем счастья». То есть другими словами, я буду святости и давать другим. Когда человек дает счастье другим, он становится счастливым. Так действует истинно эгоист. А когда человек ждет счастья от других, тогда он становится несчастным. Такой закон в этом мире. Итак, я вам и сказал, как делать, и теперь мы все вместе повторяем. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, хороших отношений и всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы пришли на эту беседу. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.